Вот уже на протяжении 8 лет главной целью для организаторов соревнований является привить детям и взрослым любовь к горнолыжным видам спорта. Ведь они так хорошо способствуют физической нагрузке всех групп мышц, а также общему улучшению здоровья. Место проведения соревнований изначально было выбрано не случайно. Спуск в селе Дылдина единственный в Ленинском районе оборудован подъемником, но и он дает сбои. Будучи установленным 20 лет назад, однажды по причине его поломки соревнования пришлось прервать на два года. Но это не помешало организаторам и участникам не забыть о так полюбившемся чемпионате. Мы постоянно организовывали эти соревнования и прекрасно понимаем, что каждый участник – это спортсмен. Человек, который занимается лыжами, который нормально развивается, он и в школе будет успевать, ребенок, и здоровый образ жизни у него будет. То есть здоровье он здесь качает. Не то, что сидит за компьютером целый день, а здесь у него работают все группы мышц, зрение, расчет, реакция и так далее. В общем, это настоящие спортсмены вырастают. И действительно, каждый год в соревнованиях принимает участие много детей, возраст которых начинается от трех лет. Можно сказать, что данный чемпионат – это прекрасная возможность для юных горнолыжников профессионально стартовать в этом виде спорта. Одна из участниц соревнований, Карина, занимается катанием на сноуборде уже два года. Началось все случайно. Девушка просто однажды в обычных ботинках встала на доску и поехала. С тех пор сноуборд – это ее жизнь. В будущем она хочет стать мастером спорта, а затем инструктором и учить детей. Я хочу сама реализовать эту профессию и отдавать то, чему я научилась детям. А совсем маленьким деткам просто нравится кататься на лыжах, поэтому они с радостью принимают участие в чемпионате. Скажи мне, что ты чувствуешь? Я чувствую, что у меня лыжи едут. Но для того, чтобы дети, живущие в нашем районе, имели возможность профессионально заниматься горными лыжами и сноубордом, необходимо открыть школу для занятий этими видами спорта, которой сейчас нет. Данный вопрос уже два года ставится перед администрацией, но чтобы его реализовать, необходимо затратить немало средств. А в условиях кризиса сделать это достаточно проблематично. Поэтому вопрос остается актуальным. Возить детей на занятия в другие районы родителям неудобно. Поддержка и исполняющие обязанства главы есть, и заместители главы тоже настроены позитивно по поводу того, чтобы развивать данное направление в Ленинском районе. Мы только поддерживаем и сделаем все возможное, зависящее от нас, для того, чтобы в ближайшее время, скорейшем, это все-таки было приведено в нормальный, профессиональный более-менее вид, где можно было не травмоопасно, качественно, удобно, комфортно именно детям обучаться горнолыжному спуску. Под конец чемпионата участники уже не чувствовали никаких внутренних барьеров, и в конкурсе самый экстремальный спуск отрывались как могли. Остальные же согревались другим способом. Для всех гостей здесь была организована раздача чая из самовара и плюшек. Итоги чемпионата подводились по четырем номинациям. Скоростной спуск, слалом, трамплин и самый экстремальный спуск. Также каждая номинация имела разделение по возрастам участников и половому признаку. Все призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.